Всем доброго дня, меня зовут Ирина, я сейчас на данный момент около 8 месяцев прожила в городе Сочи. Именно столько же я и не работаю официально. До этого последнее место работы у меня был Альфа-банк, розничный бизнес, около 10 лет, ну не около 10, чуть более полгода я проработала в Альфа-банке. И что хочется сказать, что на данный момент, почему я пошла на этот курс? Потому что сейчас у меня не представляется возможным устроиться на работу в найм, именно в городе Сочи, по причине того, что у меня нехватка времени, у меня ребенок идет в первый класс. То есть у меня очень много времени уходит на ребенка, плюс, так как мы сейчас в городе одни, у нас нет помощи дополнительной, и приходится больше времени уделять ребенку. Но также начала понимать, что я больше так не могу, мне нужно чем-то заниматься, работать. Начала изучать удаленную профессию. Изучалась в разных направлениях, Инхедхантер смотрела и по Сочи смотрела удаленную работу. Но, как правило, в объявлении описываются одни условия труда, по факту собеседование выяснялось другое. То есть также ограничение во времени очень жесткое, где просто, опять же, все упиралось во время. Начала смотреть в разные направления, плюс, и помимо Елены, я записывалась на много курсов, которые предоставляли блогеры по удаленной профессии. Ну, честно могу сказать, ни один курс меня не заинтересовал так, как заинтересовал курс Елены. Даже уже не помню, через какого блогера я пошла на бесплатный курс к Елене. То есть я зарегистрировалась, прошла его и поняла, что мне эта тема интересна. То есть она меня зацепила. Не просто так, что я вот там что-то прослушала и такая думаю, да, классно, ну ладно, потом. Нет, то есть здесь сразу после даже первого бесплатного урока я уже в своей голове, у меня тысячи таких вот искр начали проноситься, что да, ну вот оно, это то, что я хотела, я это нашла. Потому что и по условиям работы, и по тому, как выстраивать отношения с клиентами, ну много вот всяких нюансов, которые вот мне подошли. И когда был последний завершающий бесплатный урок, озвучили стоимость обучения. Для меня это был вторым праздником, потому что для меня это обучение было по карману, без ущерба для моей семьи. И я поняла, что это вот, наверное, действительно мой тот знак, знак для меня, что нужно идти. Когда облатила курс, нам открылось предобучение. Я уже на этапе предобучения поняла, что сделала правильно, что приобрела этот курс. Очень много было полезной информации, которую я изучила. Очень положительные впечатления у меня были после предобучения. Потом, когда началась первая ступень, положительных моментов прибавилось. Я ничего не могу сказать, что было легко, и что мы там как орешки щелкали эти уроки. Нет, было очень сложно, но было очень круто. Потому что я могу сказать одно, что все бизнесы, они взаимосвязаны. И ту информацию, которую я получала, я очень много, как бы, ну уже многое мне было знакомо там. В качестве формулировок каких-то, да, процессов, постановок и так далее. И когда ты еще плюс получаешь новые знания, ты уже сразу в своей голове выстраиваешь, что ты все можно реально интегрировать в одно, то это классно. То есть ты уже все просто прорабатываешь наперед, уже шаги, как ты будешь дальше работать, что ты будешь делать и так далее. Первая ступень, конечно, она уже отличалась от предобучения, потому что мы в первую ступень вошли уже с огромным багажом знаний, и было легче. Потому что мы уже, во-первых, перебороли свой страх, который был изначально, что это же что-то новое, мы не справимся. То есть мы этот страх перебороли, мы пришли уже на первую ступень заряженной после Елены. И с чувством такой вот ответственности мы, ну, конкретно я проходила первую ступень. Было очень интересно, когда формировались уже эти объявления, когда ты на них смотришь и понимаешь, что ты сделал ты сам. И очень было много инсайдов по поводу того, что как это вообще все оказывается делается и выстраивается. И, ну, было круто, ну, правда, очень круто, когда ты, как бы, чисто теоретически знаешь, что это такое, но ты внутрянку этого не знаешь, а тут ты, как бы, это узнал, и ты такой думаешь, вот это да, вот это круто. И тот факт, что это еще ты сам сделал, это вдвойне круто. Хочу сказать огромное спасибо нашим преподавателям и кураторам, очень колоссальная поддержка от них, потому что мы задавали очень разные вопросы, очень простые. Ну, сейчас мы понимаем, что они очень простые, на тот момент они были для нас сложные. И то, как они нас выдержали, это им прям огромный респект, спасибо большое. Елене, естественно, вообще отдельный респект за то, что вообще человек организовал такую школу, где делится знаниями даже не на 100%, вот то, что он знает, а на 200%. Ну, правда, это очень ценно, и благодарю за это, что есть такие люди, которые могут вот так любить свою работу и так трепетно относиться к своим ученикам. Что могу сказать по поводу курса в целом, кому я могу его порекомендовать? От себя могу сказать так, что, конечно, идти на курс лучше с хоть какими-то знаниями компьютера, то есть чтобы вы хотя бы просто умели открыть компьютер, видеть экран, понимать, где что, что за вкладка, что за там папочка, да, как ее открыть, как ее создать, владеть там хотя бы элементарными навыками Word, Excel, как скачать какую-то программу, да, куда нажать, на какую ссылку перейти. Потому что если, например, человек вообще никогда не работал на компьютере, и никогда в жизни вообще не открывал ни ноутбук, ни компьютер, в этом плане ему будет сложно, потому что ему нужно, значит, сначала нужно будет помимо получения новых знаний еще отвлекаться на технические вот эти моменты, и человек будет нервничать, переживать, и с большей долей вероятности он может просто, ну, как бы не пройти этот курс, он просто не поверит в себя, там, свои силы, и с уровнем такого повышенного стресса люди могут слиться. Поэтому если вы владеете первоначальными навыками компьютера и вообще можете там хотя бы что-то элементарно делать, то тогда этот курс я рекомендую всем и каждому. Любой человек может пройти этот курс и начать работать. Естественно, нужно понимать, что этот курс, он нелегкий, он требует внимания, он требует прохождения, ну, как бы дисциплинированное, не так, что, как вот Елена нас учила, вот это правильно, ну, это правильная вещь, она говорит, что, ну, реально нужно там 2-3 часа в день уделять прохождению уроков, а не там раз в неделю, весь день с 9 до 12 делать, то есть, ну, должна быть дисциплина. Много могу чего сказать, но время ограничено, поэтому всем спасибо огромное, двигаемся дальше. Продолжение следует...